Саркофаг, но это покажет лишь только время. И это было бы правдой, но в майнишоп уже скидки, поэтому ребята, донаты, стим пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании, а мы продолжаем смотреть видос. Вся моя база в данный момент скорее напоминает анекдот с баром, но в роли улитки выступаю я. За это время произошло куча всего. Взрыв рынка Якутс, объединение сервера, самый настоящий фестиваль с бобем, вступление в тени, Sky Wars на 12 игроков, а также самая жесткая месть на всем майнишилде. А как я попал туда, совсем другая история. Я перепутал всю хронологию событий, ведь это рубрика Монтажи. Помните, что я говорил в прошлом ролике про картину Пикассо? Оно стало еще ближе к реальности, чем я думал. Но сегодня меня не интересует яма или завод. Сегодня меня интересует месть. Кто бы что ни говорил про голоса в голове, но меня по итогу насильно выречили. И хоть прошло уже немного времени. Это вообще жестко, блин, что за капец. Но команда Инквизиции так и осталась безнаказанной. И эту плачевную ситуацию нужно обязательно исправить. В команду Инквизиции входили Альцест, Хайди, Клэшрейк, Кактус и Орлабус. И еще был судья Сегби. Он здесь практически не замешан. Самые главные из них Альцест и Клэшрейк. Второй, скорее, просто гиперактивный, поэтому участвует в любом движении. Уничтожать кого-то на сервере глупо. Грабить или гриферить скучно. Ведь это Майнкрафт. Поэтому месте нужно было придумать изящную, простую и одновременно забавную. Звук трупы. Ее, метал пайп. Мой дорогой друг Альцест обладает, на секундочку, самым большим пляжем на Майншилде. Правда, это единственный пляж на Майншилде. Он сейчас грязью его... Блин, это было бы гениально, если бы вместо песка сделал бы грязь. И у него есть прекрасные крабы, которые уже очень давно пасутся на побережье. Итак, у меня такой план. Я буду двигать крабов Альцеста по одному блоку каждый день. Погнали. Фестиваль Лосфа, он в море прыгает. А кто-то этим задевается. Я после сижу, наблюдаю в один момент. Лабус, Лабус, я знаю, кто крабов двигает. Это был знак. Блин, реально на фестивале уже какой-то краб стоит. Е-мое. Капец, это реально изящный мем какой-то. Просто краб на мосту стоит. Если вы меня когда-нибудь потеряете, то знайте, я в очередной раз переставляю крабов Альцеста. Правда, Альцест заметил это спустя неделю, как крабы уже ушли в океан. А некоторые из них и вовсе начали бродить по спавну. А потом крабов и вовсе начали двигать без меня. Вот один, например, в аду стоит. Но вы думали, я остановлюсь на крабах? Как бы не так. Я взял несколько сотен арморстендов и кремень. На Майншилде стоит плагин, позволяющий кастомазить стойки для брони. В том числе и включать им невидимость. Правда, невидимость не убирает хитбокс. И через стойку нельзя что-либо нажимать. А значит, таким способом возможно заблокировать сундук. Я прилетел в его дом и решил сделать там армию дип***ов. Это жёстко, это жёстко. Поставил арморстенды и невидимы перед моими сундуками всеми. Я думаю, это ответка Нео. Плюс 10 баллов. Ответка Нео, чего я ему сделал-то? Запранковал всё в Сочи. У меня везде арморстенды, везде. У меня тут какой-то пранкер, короче, наставил везде арморстендов, сделал их все невидимыми. Ой. Перед сундуками у меня прямо. И я не могу их открывать, типа, пока не исправлю всё. Ну и как добивочно. Это хорошо, это блядь хорошо. Хорроры один из самых любимых его жанров. Капец, вот это скример. На майн-шоте стоит великолепный плагин, позволяющий записывать любой звук на пластинке. И записав на них три самых страшных звука. Это лучший. Я сделал под его базой таймеры с пугалками. Виверну тут сидишь, что ли, у меня? Виверну, ты? Парадей? Это какой-то механизм, пранкующий меня. Поняли? Вы слышали? Вы слышали звук? Это, короче, кто-то пластинку поставил. И это, возможно, как раз лабу сделал. Это ясно, что никто на обсидиан тайм, они думают. Это никто вообще. Вот здесь. Причем? Нашел. Да, это неверно точно. Значит, это Фарадей. Фарадей, выходи, подлый феник. Сегби, наш самый любимый и единственный судья, очень любит пранки. Вы видели, сколько раз он пранковал Хайди, своего любимого соседа? Они там купол заливали, дом спалили зачем-то, то кого-то утащили, то перестроили, неважно. Я же решил, что не буду в пятый раз перестраивать из них дом Хайди. Что ты сделал за меня, лол? Я даже не буду менять воду на лаву или стекло на тонированное. Мы обойдемся малой кровью. Ящеру очень нравятся мемы с подлодкой Титан. Он их прям обожает. Поэтому я решил подарить ему эту самую подлодку. Музыка отличная. Подожди, я только выкупил. Стой, ладно. Сейчас. Греча тоже понял. Сейчас я включу туда музыку для этих. Так, стой. А что ты пердешь? Зеленый какой-то пердешь. А, нет, это я. А что ты пердешь? Зеленый какой-то пердешь. Геймпад Logitech KF710. А в чем прикол? Подожди. При чем тут геймпад? Ну, это очень прикольно. Батискар, если не ошибаюсь, управлялся бы этим геймпадом, если не ошибаюсь. Всем было очевидно, что самые главные противники Дара... Ну, вообще, жуткая тема. Капец, как они так все не рассчитали? Да, там же миллиардеры были. То есть, даже не миллионеры, а миллиардеры. Как они тут вот так вот? Жалко их, на самом деле. По-честному жалко. Мы собирали катаны. Подробнее можете узнать в ролике Зака. И поскольку им нужны были союзники, то нам с Душенькой предложили вступить в тени, и как аргумент использовали свою козырную карту. Иерихон. Да, мы взорвали рынок якутс, чтобы показать серьезность наших намерений и объединить сервер. А для меня это одновременно стало и местью за мое лечение. Последствия взрыва были замечены буквально сразу, и на следующий день сервер стоял уже на ушах. Больше всего были, конечно, возмущены якутза. Мы с тенями вышли из тени, и благодаря трьем иерихонам установили защиту над Душенькой. Ведь если бы его вылечили, то случился бы небольшой пранк с базами. Травосеки не хотели бороться с нашим решением и были настроены все еще против Душеньки. И тогда был придуман план со Скайварсом, чтобы раз и навсегда решить проблему с Даром. Господин Душенька, есть ли условия, на которых ты готов расстаться со своим Даром, вирусом, как кому удобно? Вообще, потенциально, хоть какие-нибудь. Потенциально есть только одно решение. Ну, возможное, в теории. Ну вот, да, хотелось бы услышать, что две стороны... Это Скайварс. Что, раз на раз Скайварс, да? Да, мы Скайварс, и мы можем решить все там. Эх, не в дотке, на момжиках, пуджах. Жалко. Но это самый крайний случай. Не на момжах, не на момжах, ребята. Если в целом без особых возмущений приняли пари на Скайварс, то Якудзо в лучших традициях, самой сильной организацией на сервере, решили пойти путем составления договора размером с войну и мир. Где мы, как тени, и катану им возвращаем, и рынок заново строим. Я считаю, что подписывать этот договор явно не нужно было. Но Заквейль путем мозгового штурма понял, что зачем-то нам этот договор реально нужен. И мы с ребятами, конечно же, не гордые. И строителями поработаем. По итогу мы восстановили рынок, который сами и сломали. Кто бы что ни говорил, но тени стали самой могущественной организацией на сервере. Ни дровосеки, ни Якудза не могли нам ничего противопоставить. Благодаря нашим усилиям организации... Ну и за Ирихона, да. ...зобединились в промеж с радиацией и начали осушать тот куб с водой, который был построен в прошлой серии. Он, кстати, оказался очень полезным, и радиация, пока куб существовал, не распространялась дальше зоны. Она, по факту, заморозилась. Однако, местами трава начала всё же лысеть. Лодки тонуть, а вода дамажить. После осушения куба у нас отключились элитры. Летать было невозможно. Было принято оперативное решение с потемным китоном. Так грустненько, конечно. Без элитры печально. Это вскоре дало свои плоды. Радиус зоны радиации немного уменьшился. А на следующий день состоялся тот самый Скайварс. Если победит команда душеньки... Почему он этот смех ставил? Мне это напоминает мем с Тойота. Я не могу вам его не показать. Понимаете, это реакция, которую я вам покажу. Мем с Тойота. Я это... В какой ещё реакции я так делал? А? В какой ещё реакции я так делал? Тойота. Извините. Простите меня. Он оставляет дар. Если победит команда дровосеков, они лечат душеньку. В команде душеньки были... Душенька, Зак, Пугод, Винозар, Жираф и я. В команде дровосеков... Адамоди, Сегби, Альцез, Клайн и Кролик Мун. Логичнее было бы заменить меня на другого, более скиллового игрока. Но для баланса команд меня всё же решили оставить. Напомню вам, что я в PvP, увы или к счастью, полный ноль. А, ты ещё круче придумал. Полетело. О, нет! Ты сэп по одному. Моди, привет. Он троих взорвал! Кто? Мои соседи. Мои соседи, кто получается. У меня сэкби и джаст. У меня... У меня с одной стороны Клайд, с другой стороны Моди. Просто лучшее, что могу быть. У меня кролика Клайд. Клайд не такой сильный, поэтому... Зак, давай Клайда загасим сразу. Было бы неплохо. А ты справа от Клайда? Слева Клайда, да. Блин, писать хочу. Потом, потом. Всё, потом. Главное, аккуратненько. Писать потом. Писать потом, терпим. Ребята, старт, старт, старт. Опа. Ужил при падении уже. Ой-ой-ой, а что брать-то я даже не знаю. Что, я иду? Я иду на Клайда? Я пока ещё не готова. Сейчас, войдёт ко мне. Сего три бочки, да? Ух, опал. Одолеть. Слушай, я Клайд устроюсь. Ко мне кролик ещё строится. Он меня видел, он меня видел. Ой-ой-ой. Я по нему попал. Клайд где? Вот, давай, оставляю. Я к Клайду по-худшему строить. Я у него, я у него, я у него. Я у него, я у него. Он Монолит, он Монолит, он Монолит. Я тоже Монолит. Он сверху, 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 сверху. Всё. Сейчас кролик нам подойдёт. Нам кролик подойдёт скоро. Надо добивать его. Опа, кто-то откуда? Он упал, он упал. Он упал, он упал. Бизис. Принямо кролика, кролика, кролика принимаем. У него армалет аккуратно. Блин, Сегби вон стоит сверху. Я уже, как говорится, проверил кресло на... Давай, он пока заряжается. Я, 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 пока побежали, побежали, побежали. Как это на чем я умру, если я отсюда упаду? У меня тут Сегби, у меня Сегби. Ой, как же хорош! Господи, Obsidian Time так-то говорит, я 0 в ПП, гляньте, что творит. Попробуй обойти его, все пойдём за Моди, пойдём за Моди. Пошли, 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 пошли. Сегби у меня на острове был. Сегби внизу. Минус Сегби! А! Моди на ***. Моди на ***. Ну кто что-то у него, я хуярил. Харайк! Моди умер. Остался Just, Just остался. Мы можем здесь Винчи разлетелись. Не, 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 тут есть путь простроенный, здесь путь простроенный. Пошли по другому. Just, Just на, на Алфеодове, на острове Алфеодова. Стреляет по нам. Он вышел из прошлого снега. Стройте, 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 стройте. Лава, аккуратно. О, все блоков нет больше боков нет. На, возьми, возьми, стройте, стройте. Все, GG. Капец, они вообще их разорвали. Молодцы. Все разорвали. это легчайшая не вообще без шансов если они сейчас попробуют провоцировать и лечить себя надо быть аккуратным сейчас они все равно мало ли мало ли мало ли на всякий случай вот так вылетелись победа команда душники побеждает а это означает что дар остается у него более того после sky варса мы будем долго узнаем сыпать яму еще более огромным количеством бетона что по итогу еще сильнее сократила радиус радиации она стала дамажить меньше воздух стал намного чище а может это из-за того что здесь пролетали бустер ой майло это же теме руку вниз назовите их всех они получают самые лучшие спойлеры ранние доступа к ролику и секретные голосования ссылка на пусть и конечно же есть в описании мне кажется если продолжать засыпать бетоном а после построить саркофаг сделаем вид что я не предлагал этого сделать сразу после взрыва в суде то радиация и вовсе может отступить его сделать саркофаг однако после лечения дэба нам дали намек что остался один зараженный а уже после дэба душенька принял очень важное решение и решил вылечиться самостоятельно после лечения из него выпали три блока железо медь и золото видимо из этих материалов нам и придется делать саркофаг но это покажет лишь только время принято спал посмотреть что же там получится когда они были сделать концовка сейчас ролика была бы такой эпичный на таких-то словах но как бы не так кактус этот молодой человек самый спокойный здравосеков живет там себе в каком-то из домов строит бесконечное количество кораблей будто у него залагал скрипт играет в дрг то бишь является сертифицированным потным дворфом он мне столько раз делал крутые подарки на маншилде что мне стыдно ему делать какой-то злобный пранк а недавно он и вовсе подогнал картину 2 на 2 мопарта прикольно это круто 65 тысяч блоков и я понял что лучшим подарком пранком пранкодарком станет прозрачными партс дареттой с огромным буром из deep rock галактика он это прикольно да круто круто не спрашивайте достаточно специфичные вкусы я выбрал для него самый прошлый арт прогнал его через сайт для мопарта допустим собирать ресурсы допустим 20 тысяч различных блоков это надо было строить в энди держите еще в уме что торги на сервере не работают и весь песок и другие материалы нужно было бы добыть вручную а после еще и переплавить в импровизированные гипер печки на угле почему на угле они на лаве спросите вы да потому что я ненавижу когда хоть что-то природное лежит на меня и смотрит из сундуков полезай в печку также была большая проблема с шерстью из нее состояло почти 50 процентов арта а между прочим овец на сервере почти не осталось поэтому я купил шерсти на 400 алмазов у душеньки а потом мы и вовсе пошли играть в покер на который мне не хватило алмазов поэтому пришлось брать кредит сначала у модичата а потом в магазине у душеньки капец кредиты в лес поэтому я теперь официально стал бомжи жуком для меня это был мой первый в жизни мопард который я когда-либо строил скажу так experience конечно же незабываемый учитывая сколько раз я падал с платформы во время строительства да мне сильно помог альфёдов он меня несколько раз спасал при помощи ведра воды а впоследствии clash и вовсе пришел и соорудил телепортер чтобы я меньше падал поэтому я подарил копии арта и им в том числе это жизни прока ну нифига себе малышечки еще везде не буквально по всему моему дому расклеила вся база в этом забавно чат руки на стол руки на стол это клайдиха какая-то бамблби ноу погоди это реально арт по мотивам клайда или нет это похоже на бамблби просто женскую версию ваттал что это наслаждайся 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 надеюсь никто из моих сожителей возбуждаться не будет стоп что это мопард из ваших артов из группы в к делаю я даже и не думал что это возможно спасибо вам большое за них как всегда сам отец варим солянте вкусные и великолепные надеюсь вам понравилось этот ролик у нас перед хорошую завода и его расширение а также полномасштабная борьба с радиацией ну а это пока что все не забудьте что ваши лайки и комментарии поддерживают жизнь в ютубе хороший видос ребята ссылка на регион описании приходите подписывайтесь на obsidian time обязательно всем знаю что да это просите ладно все все пока